В нашем главном управлении разведки говорят о том, что падение поддержки Путина в России произойдет только после его смерти. Недовольство в российских регионах усиливается с каждым новым грузом, с черными мешками, но массовых протестов против войны с Украиной в ближайшее время не стоит ожидать. Как вы считаете, так ли это? И согласны вы с этим мнением или нет? Ну, при всем уважении, еще раз, это чья информация? Главное управление разведки? Главное управление разведки? Ну вот Буданов, да? Буданов. Да, ну, я понял. Ну, смотрите, при всем уважении к этой структуре, я понимаю, что у всех есть области специализации. И в ситуации с общественным мнением и протестами в России, вот тут я... Ну, мне не нужно мнение Главного управления разведки Украины, извините. Я это сам хорошо понимаю. Поэтому Иосе спрашивает о вас. Вот, да. Поэтому, при том, что, ну, там, куча других вопросов, да, я воспринимаю Буданова, безусловно, как авторитет. Ну, просто я понимаю, что какой у него есть инструментарий, чтобы замерить реальное общественное настроение. В России у него нет такого инструментария. То есть там сидят аналитики, которые, значит, читают паблики, значит, там, ВКонтакте, например, да, и читают, ну, понятно, вопросы смотрят, и читают экспертов вроде вашего покорной услуги. Вот. В общем, я с этой точкой зрения не согласен. Никто сейчас не может предсказать, когда вспыхнет. Предпосылки сложились. Значит, напомню, что в январе 17-го года Ленин, выступая в Цюрихе, уж этот пример, извините, на навяз в зубах, я его многократно уже приводил, но просто он самый яркий, он к месту. Он говорил студентам, выступающим, он выступал перед студентами, значит, и сказал, что мы старые большевики, возможно, не доживем до решающих битв в грядущей революции. Это дело вот вашей молодежи. Через месяц революция случилась. Значит, в январе, я, по-моему, Милюкова это читал, прошло совещание представителей левых партий, которые признали, и там прям вот резолюцию такую по итогам совещания оформили, признали, что революции не случилось, к сожалению, и надо переходить к борьбе в долгую. То есть в ближайшее время революции не случится. В общем, никто не мог предсказать, что вот через месяц оно полыхнет. А кто мог предсказать, вот глядя на ситуацию в Иране, да, что полыхнет вот из-за смерти Макси Амини. А полохнуло так, что режим, в принципе, так близко к коллапсу там еще не стоял. Там протесты время от времени случаются. За 40-летнюю историю существования Исламской Республики это не первый протест, но это был самый сильный, самый радикальный протест. И вот если китайский режим, ой, иранский режим когда-то подходил к краху, то это в этот раз, близко подходил к краху, то это вот именно в этот раз и было. Никто не мог предсказать. И поэтому, ну вот у нас ровно такая сейчас ситуация. Не менее третий населения в принципе недовольны ситуацией. Для того, чтобы вспыхнул протест, третий это очень много. Ну то есть на самом деле революции происходят в ситуациях, когда протестуют гораздо меньше людей, в 10 раз меньше людей. 3-4% людей, вышедших на улицу, на самом деле достаточно для того, чтобы власть в стране сменилась. И поэтому потенциал-то и есть. И база поддержки режима, она сокращается. Лояльную группу, вот ее размеры я тоже оцениваю сейчас не больше, чем в треть. Остальные, ну, либо колеблющиеся, либо аполитичные. И поэтому, ну, когда вот конструкция такая шаткая, то есть нет уверенности в том, что у власти большинство, а этой уверенности точно нет. И когда власть проигрывает войну, слабеет. Когда у власти лидер, который стремительно десакрализуется. Потому что, ну, надо понимать, что легитимность Путина основывается исключительно на предположении, что он силен и всегда побеждает. И в ситуации, когда он не может доказать свою силу, он оказывается в положении вот этого самого Акелы, который промахнулся. Я с Акелой сравниваю не в том, что хочу сделать комплимент Путина, а просто показываю модель отношений между вожаком и подчиненным. Вот Путин, вожак подобной Акелли, это вождь военного типа, у него нет других источников легитимности, кроме его сил. Никто уже давно не верит в то, что в России честные выборы, даже сторонники Путина. Никто уже давно не верит в то, что Путин не коррумпирован. Никто уже давно не верит в то, что Путина заботят, там, реально, там, заботят нужды населения. Даже сторонники Путина, повторюсь, все, значит, имеющиеся в стороне сторонники Путина за него просто потому, что он сильный и сопротивляться ему бесполезно. Главный аргумент на фокус-группах в пользу Путина в последние годы знаете какой? Да все равно он победит. Вот когда ты перед выборами спрашиваешь, за кого будете голосовать, за Путина, а почему за Путина? Да все равно он победит. Ну, понимаете, вот аргументация, ну так себе, согласитесь. Аргументов, которые звучали там даже 6-7 лет назад еще там, из серии «Путин поднял Россию с колен», «Он улучшил жизнь людей», «Он сделает нашу жизнь еще лучше». Вот этих аргументов уже давно не звучит. На фокус-группах их нет вообще. Даже, повторюсь, сторонники Путина их не озвучивают. И вот этот тезис, он все равно победит, тут сейчас, ну, уже перестает быть таким бесспорным, безусловным. Но совершенно очевидно, вот наглядно все видят, что вовсе не всегда Путин побеждает. И вот в этой ситуации, когда, повторюсь, в целом недовольство населения растет, группа сторонников режима численно не превышает группу сторонников противников режима, а легитимность Путина слабеет, уверенно сказать, что нет, протесты не случатся, но это не может никто. Да, пока их сдерживает страх. Но страх – это такая штука, к которой люди постепенно привыкают. В Иране вон людей вешают на столбах. В Иране людей вешают на столбах, вот когда они начинают протестовать. На столбах, извините, на подъемных кранах, чтобы издалека видно было. И тем не менее люди протестуют. Понимаете? Поэтому фактор страха – это такая штука, которая работает какое-то время, потом люди к этому привыкают, и он перестает подавлять. То есть в какой-то момент чувство гнева по поводу происходящего снова оказывается сильнее страха. Пока это чувство способное, чувство гнева выводит людей на улицу в очень небольших количествах. Сейчас выходят единицы. Ну так в любой революции всегда предшествовали бунты одиночек. А в какой-то момент к ним присоединяются толпы. И вот предсказать, в какой момент это произойдет, никогда никому не удалось. Я и на себя ответственности за это не возьму, но и уверенным прогнозам других я тоже не поверю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok